Тема актуальна для всего Кубанского Приморья. В Анапе это Бугасская коса. Сегодня здесь особо охраняемая природная территория. Пешком пройти можно, но автомобильное движение по ней закрыто. Однако ходят слухи, что за 200 рублей туда можно проехать. Глава города-курорта Юрий Поляков категорически это опроверг. У нас главная задача была запретить въезд на Бугасскую косу. Сегодня на Бугасскую косу въезда нет. От самого Суворова-Черкеска стоят баннеры. Баннеры большие. К сожалению не все фотографии там показаны, что на Бугасскую косу въезд запрещен. Сегодня этот шлагбаум убрали вниз и оплата взимается за парковки. Въезда на Бугасскую косу нет. Сегодня перед въездом на косу действуют три перехватывающие парковки. Дальше любители дикого отдыха и водных видов спорта могут отправиться на трансфере. Стоимость проезда 50 рублей. Информацию подтвердил краевой министр курортов и туризма Христофор Константиниди. Там действительно взимаются деньги за парковку. Да, это не идеальное решение временное, но в прошлом году, когда было открыто... За парковку где? За парковку перед въездом на Бугасскую косу перешла к оборудованию. Там сегодня хотя бы создано твердое покрытие, потому что на печальнике запрещена стоянка. Вместе с тем и в Краснодаре и в Анапе констатировали, что небольшой поток автомобилей все-таки проходит через второй шлагбаум, ведущий уже на косу. В начале 2000-х там начали появляться жилые дома и пансионаты без разрешения муниципалитета. Они узаконены по решению судов. И как давно они узаконены? В 2009 году. На краевом уровне признают, все сроки исковой давности прошли. Въезд на Бугасскую косу полностью закрыли сравнительно недавно, пока владельцев этих объектов никак не ограничивали. Губернатор поручил досконально разобраться в этом вопросе. От парковок и второго шлагбаума до недвижимости порядка 500 метров. При этом наглухо проезд также закрывать нельзя. Он может понадобиться пожарным, медикам или спасателям. Должен быть общий подход к таким территориям. Должен быть один общий алгоритм. Как поступать, как действовать. Это зона ответственности министра курортов, который должен дать нам четкий алгоритм режима и проезда или отсутствия такового на особо охраняемой природной территории. Пока применительно Канапе на краевом уровне предлагают передать муниципалитету в безвозмездное и бессрочное пользование 2 гектара земли. Фактически те, где сейчас располагаются стоянки и шлагбаумы. Вероятнее всего, чтобы стратегическая точка перестала возбуждать интерес у частного бизнеса. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.